Здравствуйте! Вы смотрите главные новости. В студии Олег Рудаков. Начнем с анонсов. За таблетками в Орловских аптеках появились лекарства, рекомендованные при лечении коронавируса. Вместе с ними и очереди. Чтобы не болели, в Орловскую область поступило еще 700 доз вакцины от коронавируса. Уникальная картина появилась в музее писателей-орловцев. А вот в музее имени Бунина прошла международная видеоконференция под эгидой ЮНЕСКО. Более подробно обо всем этом расскажу я, Анастасия Гришина. Перепись 2020 года перенесена на апрель 2021. Как она будет проходить, расскажу я, Олег Рудаков. Генеральный партнер главных новостей – кредитный потребительский кооператив «Сберегательный союз». Высокий спрос на лекарства из списка рекомендованных Минздравом для лечения коронавируса, в их числе и антибиотики, привел к дефициту ряда препаратов в аптеках страны. По федеральным данным, объемы продаж лекарств, назначаемых при коронавирусе, подскочили в 5-6 раз. Орловщина не стала исключением. Повышенный спрос, очереди и, как следствие, дефицит наблюдали во многих аптеках региона. На минувших выходных крупная партия препаратов поступила на склад областного предприятия «Орелформация», которое, в свою очередь, распределило лекарства между своими аптеками. Наталья Пехтерева видела, как их продают теперь. Очередь «Аншлаг-аптека» – это не пережиток прошлого, а реальность. На Красе на сегодня снова многолюдно. Очередь на улице объясняется не только большим количеством посетителей. Внутри относительно свободно. Люди сюда заходят по одному. Это для обеспечения безопасности. Все к таким мерам относятся с пониманием. Главное – купить необходимый препарат. Я живу в микро- районе. В микро- районе нет ни в одной аптеке. Сказали, если только может быть, только здесь. Только в одной аптеке препарат. Больше нигде нету объехал. Без этого лекарства жить нельзя. Прошла все аптеки. В одной аптеке 500, в другой 600. И вот решилось в эту аптеку прийти. В составе областного предприятия «Орелформация» 25 аптек. Такого ажиотажа здесь не было давно. Спрос сбьет все рекорды. Лекарства, которые помогают в борьбе с коронавирусом, в аптеке на Красино появились неделю назад. Антибиотики начали поступать. ЦЕФТРИАКСОН 7 декабря. Торгуем мы бесперебойно в это время. Все время они есть у нас. С 8 аптек работает до 22 кассы работают. Волноваться не нужно. По рецептам обязательно мы отпускаем. Без рецептов нельзя? Без рецептов нельзя, конечно. В конце минувшей недели региональное предприятие «Орелформация» получило большую партию препаратов для лечения ковида и вне больничных пневмоний. Поставка таких лекарств осуществляется регулярно, заверяет руководство. На сегодня у нас здесь 11 тысяч. Данный препарат сейчас принят. Будет передан в зону приемки. Будут открыты коробки, проверены каждый флакончик. И после этого будет доставлен в наши аптеки на продажу. Муниципальная аптечная сеть также обеспечивается антибиотиками антиковидного спектра. Об этом в пятницу заявили в администрации города. В целом вопрос по обеспечению региона медикаментами на личном контроле у губернатора. Лекарства уже я сам занимаюсь на сайте городской администрации. Но я всем говорю, что весь объем лекарств, которые нам нужны на сегодняшний день для лечения коронавирусной инфекции, мы смогли обеспечить. Наличие лекарств в муниципальных аптеках теперь можно проверить на сайте мэрии. Обновлять информацию обещают трижды в день, по будням. Наталья Пехстерева, Ирина Волкова, Андрей Погосян, телеканал Первый областной. В Орловскую область поступило 700 доз вакцины от коронавируса. До конца нового года Орловщина ожидает еще 2000 доз. Об этом рассказал губернатор во время прямого эфира в соцсетях. До нового года мы где-то около 2000 вакцин получим для того, чтобы провести вакцинацию по тем категориям, которые у нас попали в перечень. Напомню, в первую очередь прививать будут медиков, учителей и соцработников. Потоки орловчан, которые приходят на вакцинацию и заболевших ковидом, разграничены. Все пациенты, поступающие с неинфекционными заболеваниями, с любой соматической патологией, как в экстренном, так и в плановом порядке, обязательно проходят тестирование методом ПЦР, для того, чтобы меминизировать возможные заносы в медицинские организации. За минувшие дни в новых случаях коронавируса в регионе выявили 175, выздоровело 297 орловчан, двое скончалось. Как будут жить пенсионеры в 2021 году? Электронные трудовые книжки, есть ли плюсы? Об этом они только будем говорить 17 декабря в прямом эфире Первого областного. В программе «Готов ответить». Гость студии Анна Елисеева, управляющая отделением Пенсионного фонда России по Орловской области. Свои вопросы вы можете задавать, позвонив по телефону 761028. Программа начнется в 20.00, ее также можно будет услышать и на экспресс-радио «Орел» на 104FM. Всероссийская перепись населения из-за пандемии была перенесена с октября 2020 на апрель 2021. Из нововведений переписчики и волонтеры, а их в регионе планируется привлечь порядка 1800 человек, будут использовать вместо привычных бумажных анкет компьютерные планшеты. Кстати, изготовлены они были на российском предприятии. Сейчас расскажу подробнее. Хоть перепись стартует лишь в апреле, ее перенесли из-за пандемии коронавируса. Подготовка к ней началась еще летом. В Ивановской области было запущено производство отечественных планшетов. Они заменят переписчикам бумажные анкеты. Уже сейчас в Орловскую область их поступило порядка 2000 штук. Используется отечественная операционная система «Аврора». Планшеты изготовлены на территории Российской Федерации. Это наши отечественные планшеты. Операционная система защищенная, отвечая всем требованиям. Открывает приложение, оно одноименное, VPN-2020, ошибиться сложно. Его интерфейс, он видит все свои помещения уже, по которым он должен посетить. Вплоть до того, что он может это посмотреть на карте, где он находится, и дом локализовать. Как говорят в Росстате, планшеты позволят сократить время опроса, а значит и время общения переписчика с респондентом. Самих же переписчиков, в их числе и волонтеры в регионе, будет порядка 1800 человек. В 2010-м их количество переваливало за 2000. И если сама перепись рассчитана на месяц, то ее результатов придется ждать гораздо дольше. Именно такой вот формат цифровизации, он позволяет, во-первых, существенно удешевить процесс подготовки и проведения переписи, и, конечно, сократить сроки. Первые итоги предварительные будут получены уже в октябре 2021 года, и это очень короткие сроки, это беспрецедентно короткие сроки. А окончательные итоги мы получим в конце 2022 года, обнародуем их. Причем, если раньше итоги переписи выходили в виде таких толстых, красивых книг, там было по 10, по 15 томов, то в этот раз Росстатом задумано организовать целый портал с итогами переписи. Также Росстат подготовил разнообразную атрибутику с символикой всероссийской переписи населения 2020. Кстати, ее официальный девиз звучит как «Создаем будущее». Интересный факт, что Антон Павлович Чехов тоже был переписчиком, переписал население на острове Сахалин, о чем он рассказывает в путевых заметках в книге «Остров Сахалин». Хочется отметить, что для каждой переписи населения придумывается свой талисман. В этом году был проведен всероссийский конкурс, и талисманом стал вот такой вот симпатичный ЦИПО ВИПИН. И его можно встретить на улицах города, в учреждениях. Мы сейчас спросим, зачем он туда приходит. ЦИПО, скажи нам, пожалуйста, твоя задача, что ты рассказываешь людям на улицах города? Я людям рассказываю о том, что перепись населения, которая пройдет с 1 апреля по 30 апреля, очень важна. И нам важен каждый человек, который проживает в Орловской области. А переписаться можно любыми доступными способами. Под разными способами ЦИПО имел в виду возможность самостоятельного участия в переписи. Для этого нужно лишь посетить стационарный переписной участок или... Впервые можно будет самостоятельно переписаться на портале госуслуг. Это вот такая основная инновация. То есть любой, кто имеет либо стандартную, либо подтвержденную запись на этом портале, сможет в любое удобное для себя время в течение апреля заполнить переписные листы на себя и членов своего домохозяйства. Стать переписчиком может каждый. Достаточно лишь быть гражданином России и успешно пройти обучение. Работа эта не бесплатная. Запрос 550 человек. Переписчик получит 18 тысяч рублей. Стартует перепись 1 апреля, а завершится 30-го. Олег Рудаков, Алексей Нескин, телеканал Первый областной. Один из резидентов территории, опережающего социально-экономическое развитие Мценск, в первом квартале будущего года готов выпустить первую партию своей продукции. Речь идет о заводе Аурус, построенном корпорацией Экополис. Напомню, действующие резиденты уже вложили в создание производственных баз более 1 миллиарда рублей. Было создано 313 новых рабочих мест. Подробности запуска нового производства узнаем у экономического обозревателя Первого областного Анастасии Гришиной. Настя, привет. Что за продукция будет выходить с завода Аурус? Олег, привет. Немного, немало драгоценные металлы. Но обо всем по порядку. Завод будет осуществлять высокотехнологичную переработку печатных плат из отработанного электронного оборудования для получения драгметаллов. Эффективность их извлечения будет достигать 99%. Общая мощность производства 12 тысяч тонн в год. В первую очередь более 6 тысяч медного катода и драгоценных металлов. На предприятии трудится более 320 человек. Как говорят специалисты, завод может решить глобальную проблему отсутствия в России предприятий по глубокой переработке лома печатных плат. Сегодня большая их часть попадает на переработку за границу или к представителям теневого рынка. Это приводит к оттоку капитала из страны и снижению налоговых поступлений. В Орелстате посчитали стоимость минимального набора продуктов питания в регионе. В среднем она составила без малого 4 тысячи рублей. Ноябрьская корзина стала дороже октябрьской почти на 1%. В целом за месяц стоимость продуктов питания в регионе выросла почти на 2%. Больше всего понялись цены на сахар, песок плюс 8,8%. На масло подсолнечное плюс 11%. На яйца куриные плюс 12%. Сезонное подорожание затронуло и свежие овощи и фрукты. Помидоры стали дороже на почти 46%. Огурсы на 38%. Виноград на 24%. Капуста белокочанная, свежая, бананы, картофели, свекла подорожали от 3 до 8%. Но зато подешевели. Апельсинная цена на них упала на 5,3%. Орловские судебные приставы с начала года пополнили бюджет на 808 миллионов рублей. Это на 87 миллионов больше, чем в прошлом году. Всего же за 11 месяцев 2020-го ведомство взыскало с должников более 2 миллиардов рублей. Приоритетными направлениями деятельности управления по-прежнему остается исполнение требований по взысканию алиментов, заработной платы и надзор за деятельностью коллекторских агентств. По итогам работы в 2020 году были прекращены 243 тысячи исполнительных производств. В отношении должников применяются меры, предусмотренные законом. Наложение ареста на имущество и банковские счета, принадлежащие должнику. Ограничение граждан в специальном праве на управление транспортным средством. Привлечение к административной и уголовной ответственности. На этом у меня все. Спасибо. С новостями экономики нас познакомила Анастасия Гришина, а мы продолжаем. Депутаты Орловского облсовета определились с датой проведения и повесткой внеочередного декабрьского заседания. Состоится оно 17 декабря в 10 утра. Всего парламентарии рассмотрят 6 вопросов, в их числе внесение поправок в региональный бюджет текущего года. Такая необходимость возникла в связи с уточнением объема безвозмездных поступлений. В результате вносимых изменений доходы областного бюджета будут скорректированы. В Орловской области начали подводить итоги насыщенного на культурные события года. Несмотря на все сложившиеся обстоятельства, наш регион отпраздновал 150-летие Бунина и 200-летие Фета. Отчасти в формате онлайн. О событиях и самих виновниках торжества Анастасия Гришина. 2020-й знаковый год в истории не только нашей страны, но и всего мира. И дело тут уже не столько в приевшемся коронавирусе. 2020-й юбилейный год рождения ряда писателей, внесших вклад в культурное наследие всего мира. Один из них поэт-лирик, родившийся в Амценском уезде в первой четверти 19 века. Год 2020-й, особенно декабрь месяц, это время 200-летия нашего великого земляка Афанасия Афанасьевича Фета. И Орловщинам по праву здесь впереди планеты всей. Именно здесь мы провели Всемирный день Фета с подключением к Москве, с подключением к Курску. Старт третьего столетия истории Фета в нашем регионе решили отметить по-особенному. Увидел свет ограниченный тираж юбилейных медалей с изображением прославленного литератора. Когда первая медаль была вручена, здесь, в Фетовском зале, очень интересно было ответное слово. Два века Фета прошло, а в третий век Фет вступает вот с такой памятной медалью. Ну и какой же день рождения без подарков? Музей писателей-орловцев без них не остался. Орловский художник Валерий Лукьянчиков написал акварельный портрет Афанасия Афанасьевича Фета в преддверии юбилея. И для нас это уникально тем, что в фондах нашего музея это будет первый подлинный портрет Афанасия Афанасьевича. А вот мероприятия, связанные со 150-летием первого русского Нобелевского лауреата по литературе, в нашем регионе продолжаются. И проводятся они с привлечением международных организаций. Так, накануне в онлайн-формате прошла конференция, на которой собрались буневеды из разных точек мира. И собрала их воедино организация ЮНЕСКО. Переводчики и исследователи творчества Ивана Бунина рассказали о тонкостях восприятия тех или иных произведений писателя в их стране. О любимых книгах и персонажах, о том, какой вклад в их культуру внес наш земляк. Орел же со своей стороны провел целую виртуальную экскурсию по музею Бунина, а также познакомил с самыми интересными, подлинными своими экземплярами. Анастасия Гришина, Алексей Нескин, телеканал Первый областной. Подписывайтесь на нас в социальных сетях и заходите на сайт obladin.ru. Главные новости нашего региона и на экспресс-радио Орел на 104 в FM-диапазоне. Выпуски по будням каждые полчаса 6 утра до половины 12 вечера. Это все новости на сегодня. В студии был Олег Рудаков. До свидания. Эпидемия коронавируса и самоизоляция затронули все сферы жизни. Однако Сбербанк за весь период пандемии свою работу не прекращал. Для удобства и безопасности клиентов многие услуги стали дистанционными. Мы смогли сделать так называемые виртуальные карты. Клиенту не обязательно приходить, если у него карта из стекла, обязательно получать новую карточку. У наших жителей есть возможность получать свои перевыпущенные карты, либо новые карты, и она сразу уже просто находится в телефоне. Основной удар пандемии пришелся на сферу бизнеса. И за 2020 год Сбербанк помог тысячам орловских предприятий и предпринимателей. У нас больше 2,5 тысяч человек попросились реструктуризации по ипотекам и по кредитам, и они были одобрены. Во время пандемии коронавируса работа Сбера расширилась. В помощь в сфере здравоохранения активно заработал сервис Сберздоровье. Пользователи сервиса могут консультироваться с врачами, не выходя из дома. На выбор более 220 тысяч специалистов. Всю первую половину года консультации были бесплатными для всех, кто имеет положительные тесты по ковиду. Такие консультации разгружают работу врачей в поликлиниках и больницах. Сервис Сберздоровье также позволяет вызвать врача на дом, записаться в клинику на очный прием и вести дневник здоровья. А с помощью СберЕ аптеки можно заказать лекарства на дом. В помощь врачам банк запустил искусственный интеллект, который анализирует КТ-снимки легких. Разработка определяет характерные для коронавируса поражения легких и рассчитывает процент пострадавшей части. В Орле искусственный интеллект установят в туберкулезном диспансере. Карина Лаврушина, Андрей Погосян, Влад Кольцов, телеканал «Первый областной». 2020 год со своим коронавирусом внес довольно-таки большие изменения в туристическую деятельность нашей компании. Но благодаря государственной поддержке, которая была оказана на местном и федеральном уровне, она стала для нас не костылями, а экзоскелетом, который помог нам не просесть в этом году, а наоборот нарастить обороты. Эра маркетинга ушла, приходит эра впечатлений. Вещи сейчас не являются предметом статуса. Этот статус выполняет впечатления, которыми мы делимся. Это социально-культурный момент, но он напрямую влияет на бизнес. И нам необходимо уделять максимум внимания сейчас эре впечатлений, чтобы не остаться на задворках приближающей новой эпохи. Отвязывая послание губернатора, мы ждем конкретных шагов по развитию экономики впечатлений в нашем регионе. Продолжение следует... Экономика и социальная сфера региона в условиях пандемии. Поддержка граждан, сохранение бизнеса, инвестиционное развитие, обновление экономической повестки, цели, приоритеты, ответы на новые вызовы. Итоги 2020-го задачи на 2021 год озвучит глава региона Андрей Клычков в инвестиционном послании губернатора Орловской области. Прямой эфир в полдень на телеканале Первый областной. Можно хранить деньги под матрасом. Можно в банке. А можно хранить деньги в сберегательном союзе. Надежно. Выгодно. Ставка 7,65% годовых. Звоните 22 2067. В магазинах «Дары моря» акция «Форель охлажденная с головой» 580 рублей за килограмм. С 14 по 20 декабря в ДКЖД последняя новогодняя распродажа верхней одежды из Белоруссии. Роспотребнадзор предупреждает. Обязательное ношение масок снижает риск распространения коронавирусной инфекции и тяжесть течения заболевания в случае заражения. Будьте ответственны. Соблюдайте масочный режим. Жаль, в свое время на парикмахера не выучилась. А теперь уже поздно. На пенсию скоро. Ты и так у нас мастер. А корочки-то нет. А без корочки меня ни в одну парикмахерскую на работу не возьмут. Так иди в центр занятости, получишь профессию бесплатно. Соседка моя выучилась на кадровика и работает в отделе кадров. Приглашаем граждан предпенсионного возраста на обучение. Более 150 образовательных программ. Телефон в Орле 550840. Вспоминаете бурную молодость? Задумайтесь о своем здоровье. Сдайте бесплатно тест на ВИЧ. Телеканал Первый областной представляет. Прямые трансляции. Всестороннее освещение топовых событий региона. Главные новости Орла и Орловской области. Точно, оперативно, информативно. Специальные проекты. Интересно о серьезном и о несерьезном. Тоже интересно. Первый областной. Единственный в регионе телеканал с полноценным собственным программированием. Фильмы, сериалы, шоу-программы. Есть что посмотреть 24 часа в сутки. С 2019-го Первый областной в цифровом мультиплексе на полотне ОТР. С 7 до 8 и с 18 до 19. Телевидение вне рамок телевизора. Все проекты телеканала на Первом областном портале новостей. В Ютубе и социальных сетях. На аккаунты телеканала подписаны десятки тысяч человек. Но главное наше конкурентное преимущество – наши кадры. Первый областной – хорошая компания. А в хорошей компании и реклама хорошая. Заказывайте, размещайте. Всегда ваш Первый областной. Генеральный партнер программы «Фонд развития промышленности Орловской области» представляет льготные займы промышленным предприятиям региона под реализацию инвестиционных проектов. Здравствуйте. О прогнозе погоды на Первом областном расскажу вам я, Катерина Ясная. 16 декабря – день покорения вершин. Изначально отмечали его альпинисты в компании единомышленников. Но постепенно праздник стал символичным и близким к нашей обычной жизни. Преодолеть трудности, покорить вершину, взять планку, завершить серьезный проект или просто совершить то, до чего не доходили руки. Вот какое значение приобрел праздник сегодня. Отметить его очень просто. Поверьте в свои силы и не сомневайтесь в успехе. И вернемся к прогнозу погоды в нашей области. Легкий мороз до минус одного днем в Амценске. Немного снега и пасмурно ночью минус два. В Ливнах с утра снег, но к обеду прекратится. Днем не очень холодно, минус один. Ночью температура без изменений, минус один. В Болохове тоже пасмурно, снег ожидается утром, минус два. Ночью столбик термометра покажет, тоже минус два. Утром в центре области припорошит снег, но при этом не морозный день. Минус один, ночью не особо похолодает, минус два. Ветер западный, один метр в секунду. Атмосферное давление 748 мм рт. ст. вернулось в норму. Это был прогноз погоды на среду. А Первый областной всегда с вами. Партнер программы. Кредитный потребительский кооператив «Сберегательный союз». Сбережения под высокие проценты. Ставки до 7,65% годовых. Все сбережения застрахованы. Всем отличного настроения и крепкого здоровья. До свидания. Можно хранить деньги под матрасом. Можно в банке. А можно хранить деньги в «Сберегательном союзе». Надежно. Выгодно. Ставка 7,65% годовых. Звоните 22 2067. Фонд развития промышленности Орловской области содействует экономическому развитию региона, осуществляя финансовую поддержку промышленных предприятий в виде льготных займов на реализацию проектов, направленных на разработку и внедрение перспективных технологий производства конкурентоспособной и высокотехнологичной продукции гражданского назначения с импортозамещающим и экспортным потенциалом. Развитая промышленность. Создаем будущее. Телефон 54 46 29.